друзья всем привет сегодня продолжаем тему косячков каких мы можем создать и рассматриваем подрыв подрыв лакокрасочного материала первое чего бы хотелось начать это с того что делая уже не заводское покрытие мы не можем в принципе даже так откровенно говоря старта предположить заводское ну или нет пока либо не пробьем толщину толщиномером либо не найдем явных дефектов предыдущих покрасок чтобы понять что да это не заводское покрытие поэтому рекомендуется это любой технолог вам порекомендую сделать тест на растворитель то есть мы берем я во многих это видео показывал мы берем разбавитель которым мы разбавляем материал ну допустим грунт да акриловый разбавитель намачиваем им салфетку и кладем в тупую кладем на лакокрасочное покрытие если в течение минуты там полторы две можно хоть на пять минут оставить но если покрытие реактивное то есть нижние слои очень активно работают с разбавителем этим мы увидим подъем лака либо вообще вспучивание его либо размягчение этого слоя это значит что это покрытие рекомендуется снести полностью потому что все последующие работы которые будут с ним производиться будут подвержены риску подрыва то есть мы к примеру обработали его наждаком дефекты кое-какие там подшпатлевали да что-то сделали какой-то ремонт начинаем грунтовать у нас идет контур по шпатлевке вокруг шпатлевки все поднимает где-то морщится где-то жопится грунт стекает происходят невероятные какие-то вещи мы беремся за голову ах вах вах что делать делать надо было сразу сносить это покрытие нафиг это дорого клиент об этом должен быть предупрежден потому что будет потрачено много времени будет потрачено много абразива это все стоит само собой денег если же вы решили не сносить лакокрасочное покрытие у вас остается один лишь единственный вариант это изолировать нижние слои изолировать все это приходится грунтами изоляторами других вариантов у вас нет перечисляю это селлер у компаний у которых он есть он есть у многих компаний это баркот кстати обращу внимание на баркот в отличие от силера что баркот это спиртовой грунт и он вообще никаким образом не может реагировать с нижним покрытием ни на каком уровне кроме как на физической адгезии то есть сцепка за риску то есть для баркота нужна риска если для силера он на химическом уровне соединяется с покрытием и изолирует его после высыхания то баркот в этом случае реально лучше потому что силер тоже смотря чем мы его разбавляем какой халтурой он также может нам сделать небольшой подрыв но она все потом высохнет станет и можно будет это покрытие обрабатывать но баркот опять же обращу внимание баркоту фирмы упал реально вот если есть косяк который надо убрать срочно взяли баркотом пшикнули воздухом остудили и работаем дальше ничего больше не надо делать все работает очень быстро и реально перекрывает на сто тысяч процентов с ним чуть проще работать но если мы его где-то он баркоты фактически толщины своей не имеет это как кислотный грунт он очень тонкий толщины почти нет он разбавляется спиртом и работать по нему наждаками нам не представляется возможным в этом случае баркот отпадает если мы будем в дальнейшем работать наждаками баркот нам не подходит потому что его надо полностью перекрыть грунтом наполнителем обязательно то есть давайте рассмотрим сейчас случаем какие могут быть из-за чего и так далее имеем лакокрасочное покрытие здесь у нас бутерброд идет из краски грунта какого-то количество шпаклевки и металл мы не знаем чем красили мы к сожалению не сделали тест на разбавитель и ну так уж случилось что здесь делали какой-то ремонт то есть здесь у нас рисочка пошла своя мы это рисочку пробили где-то до шпаклевки где-то только лак сняли где-то красочку видели где-то до грунта достали то есть есть риска своя и когда мы наносим сюда свой слой грунта достаточно нанести один слой грунта и мы уже начнем видеть как там где риска была глубже всего то есть до шпаклевки достали и допустим до грунта там где мы достали у нас начинают происходить великолепнейшие вещи это я думаю поймет и узнает каждый когда у нас здесь начинают прямо такими хлопьями подыматься грунт наш это значит что я рисую риску чуть сейчас крупнее что в пироге шпаклевки нижнем далее грунта пару слоев грунта краски и лака разбавитель который содержится в нашем грунте который мы заливаем это наш грунт разбавитель начинает активно проникать в эти слои потому что ему сюда проще всего проникнуть потому что там есть срез срез нашим наждаком и начинает вот эти все слои просто выворачивать вот так вот на изнанку и мы видим вот такие вот вспушенные именно в этих местах где самые глубокие риски пробива в этих местах именно видим вот эту активность бешеную просто активность все потому что вот это покрытие нестабильные реактивные если мы в этой же ситуации используем изолятор также у нас есть шпатлевка также у нас есть пару слоев грунта краска и лак изолятор когда мы используем он у нас тоненькой пленочкой она не обязательно должны быть толстые тоненькой пленочкой он у нас повторяет полностью форму в эту риски чуть-чуть наполняет ее но не сильно потому что у него толщина небольшая и мы когда грунтуем когда грунтуем своим уже грунтом наполнителем разбавитель который в нем содержится он не может проникнуть через вот этот грунт изолятор и у него остается один лишь выход испаряться вверх он не проникает во внутренние слои из-за этого сушка грунта будет чуть чуть дольше происходить потому что при естественной нормальной работе у нас разбавитель испаряется и вовнутрь и наружу то есть он впитывается чуть-чуть тем материалом который уже есть и также уходит наружу про есть будет чуть чуть дольше сушка но по крайней мере у нас здесь не будет выворачивание краев потому что ну некуда уходить разбавитель изолятор полностью все свое дело отработал принципе по схеме того как избавиться от возможности подрыва вариантов других нет либо изолятор либо в лучше всего конечно снести все нафиг до металла потому что создание таких вот коржей нам ну не очень хорошо сказывается потом на скол образовании если образуется скол мы видим огромнейшую толщину лакокрасочного к этого покрытия зимой там вода замерзает разрывает чуть-чуть это все не есть хорошо но в случае когда нужно у нас один вариант изолировать все все остальное все что ходит вокруг да около а почему у меня порвало только тогда когда я начал работать краской то есть базы на грунте не было подрыва на грунте возможно и не было подрыва потому что разбавитель содержащийся в грунте его было либо недостаточное количество либо температура нам не соответствовало и он очень быстро испарялся допустим высокая температура была либо же толщину слоя грунта мы налили 1 аккуратненько припылили и это нам скрыла возможность образования подрыва а когда мы допустим имея повреждения да то есть тут у нас чуть-чуть шпатлевка мы это все дело сравняли грунтом когда мы грунт перетерли у нас у нас общий остаток грунта вот здесь вот получился ну там допустим микрон 80 да а вот здесь вот именно в этой части у нас получилось там 0,1 шпатлевка будет иногда аж светится так вот подрыв будет именно здесь потому что разбавитель содержащийся в краске когда мы нанесли слой краски здесь ему достаточное место чтобы пропитаться с грунтом обменяться разбавителями а здесь у него места достаточно для того чтобы он ушел вот туда вот в грунт потому что сюда уходить некуда краска со шпатлевкой не обменю с разбавителем уходит сюда в грунт именно вот здесь у нас будет образовываться подрыв то есть недостаточная толщина для обмена разбавителями тоже как вариант если видите что много протиров но об этом дело том что сложно знать понимаете когда у нас не было подрыва на грунте да мы чуть-чуть расслабляемся мы понимаем что да все будет нормально в принципе и так а потом бах шарах есть подрыв на базе я с этим тоже сталкивался постоянно использовать силлер тоже не как бы то зачем да у нас кажется что все нормально а зачем а вот затем как вариант затем либо же просто надо правильно выполнять ремонт чтобы у вас толщина грунта была везде хорошие везде с запасиком потому что если мы реально видим шпатлевку свете саш тогда надо понимать что нам надо первый слой базы кинуть тоненько чтобы разбавитель мгновенно ушел 2 тоже не сильно подливать и потом уже аккуратно увеличивать толщину и делать нужный нам эффект либо же опять же силлер в этом случае он нам поможет то есть силлер в этом случае не никакой активности не даст вниз и не даст возможности потом вниз действовать разбавителю из краски такая же примерно схема по изоляции выглядит в кратерах если мы видим покрытие лакокрасочной чей-то ремонт с огромными там кратерами еще чем-либо не огромными чуть-чуть растянутыми там ну то есть есть кратера кратер это такая гадость которая из лакокрасочного покрытия в принципе не уходит если мы здесь просто с чистим наждаком сравняемся решим сполировать да но получится так что придется перекрашивать к примеру то то что мы видим на поверхности это лишь дефект который создал жировые все составляющие которые образуют это дефект они все здесь внутри слоя они никуда не делись они с каждым время с каждым годом только все глубже и глубже пропитывается лакокрасочный материал они могут сидеть вообще в грунте выдавать такую хер наружу и когда мы будем перекрашивать мы увидим все ровно так же как сила только в большем количестве потому что мы наждаком поразмазывали вот это все еще по поверхности чуть-чуть и аккуратно то есть просто тупой перекрас сверху кратеров это не вариант мы получим все те же самые проблемы поэтому в этом случае также либо все до металла то есть до донышка достали тогда мы избавимся от проблемы и хорошо обезжирить хорошо все вымыть потому что наждаками снимает а все мы это все растяга растаскиваем по поверхности либо же вот это вот сделали вот эту процедуру перетерли убрали именно физический дефект то есть ямки канавки нанесли грунт-изолятор хорошим ровным слоем сверху можно к примеру если все покрытие ровным вас окрашивать сразу проблем не будет либо же нанести грунт сверху этого дела выровнять сделать нам нужную поверхность по качеству да и окрашивать но главное не пробить вот эту толщину изолятора если мы пробили эту толщину изолятора можно ждать косичков можно полноценно не стоит рассчитывать что если раз перекрыли она никуда не впиталась она просто от изолировалась мы разделили вот эти вот слои слои загрязненного и слои которые у нас потом должны быть чистыми то есть от кратеров избавиться можно также как и от подрывов только двумя способами изоляция и полная очистка лакокрасочного покрытия до металла секретов как бы особых нет почему люди с этим борются постоянно не знают проблемы откуда они идут ну надо понять вот эту вот схему что там где тонко там рвется собственно так и получается там где тонко в этих случаях там и рвется там где толсто там не порвется ну и еще как само собой конечно образование кратеров откуда они у нас лезут это загрязнение которое у нас содержится в воздухе это силиконы допустим частая проблема видим видим что машина ухаживается за машины следят машины там отдают на дорогие мойки а резиночки вот эти вот дверные наши уплотнители силиконится и силиконится не тканью аккуратно непосредственно из баночки а вот таким распылищем распыляющим методом то есть распылили салфетка лишний с кузова убрали чтобы она не блестела и все на зиму дверь у нас очень хорошо закрывается все нормально ничего где не прилипает силикон попал на лакокрасочное покрытие и она туда же никуда не уйдет он там останется и мы будем красить рядом допустим заднее крыло возьмем да там где вот этот пшикнули потом тряпка растерли красим весь борт весь борт у нас нормально на заднем крыле вылазит в районе именно резиночки вот это вылазит кратера да что уж такое что же за проблему почему как а вот почему все очень просто либо же следующий вариант у нас помещение остались пары работы дизельного мотора вполне достаточно будут кратера на горизонталях будут кратера на вертикалях может их не быть потому что дизель все-таки как-никак ну настолько сильно загрязняет помещение хотя сколько смотря работал он там но на плоскости горизонтальные могут быть из-за того что мы не проветрили помещение когда загоняли туда дизельную машину на покраску как вариант следующий вариант это вы в этом же помещении когда-то что-то там пшикали силиконом плаком там натирали торпеду и в этом же помещении вы красите ждите приколов вот этот попшикали торпеду через неделю там что-то красили не убрав хорошо не вымыв помещение не вычистив привет кратера откуда ж раньше не было торпеду натер вопрос точнее ответ прост и еще один момент это недавно в контакте с человеком общался он нашел таки проблему мы с ним долго ну как сказать долго ну разные варианты пересматривали почему как и что он себе сделал вентиляцию сделал короб хороший все сверху с потолка у него давит воздух но швы вентиляционные он проложил строительным силиконом и у него появились кратера силикон высох не на свежак человек это дел силикон высох и него эта проблема была не один день а прямо определенное количество времени пока он не выдрал полностью силикон и не вымыл растворителем вот эти вот швы у него проблема не уходила а он перепробовал все и воздух уже чистил и шланги мыл и все 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 делал и даже с условием того что он не включал иногда вытяжку силиконовые кратера все равно не образовывались а проблема была в силиконовом вот этом герметике обычный строительный силикон поэтому силикон в помещении это очень очень геморройно очень страшно и опасно есть такой прикол хотите навредить маляру пшикните ему вентиляцию баллончиком для полироли торпеды и он просто себе мозг весь вынесет он не будет знать откуда у него идет проблема не стоит конечно такое дело для маляров ну это просто тот случай как бы о котором рассказываешь что хочешь навредить сделай такую пакость и пока человек не вымоет всю вентиляцию а во первых еще надо знать откуда это вдруг вот так внезапно взялось это есть огромная проблема силиконовые кратера будут образовываться на этом у меня в принципе все боритесь с подрывами силиконами правильно не мучайте себе голову не ищите каких-то слишком простых путей не надейтесь уже все давно испытаны все давно испробовано два путя два решения вопроса один долгий другой чуть-чуть просто дорогой хотя знаете как сказать долгий снять все лакокрасочное покрытие правильным инструментом не так уж долго чем долбаться сушить все под перекрас допустим готовить поэтому тут нужно подойти рационально посчитать что вам будет выгоднее и на что клиент готов раскошелиться потому что купить грунтсиллер съездит на рынок его там может не быть еще что-то это тоже по своему свои затраты нанести его высушить потом при сделать перекрас я допустим снёс бы все до металла и не мучился потратил бы пару кругов восьмидесятки на один элемент вычислил был вы грунтовал и перекрасить это решать конечно же каждый ладно это у меня все всем спасибо за внимание скажу чуть-чуть так отступление возможно будет где-то на недельку разрыв видео у меня сейчас будет переезд небольшой я уезжаю за бугор отдыхать оттуда постараюсь также мне не сложно на стенку повесить кусок бумаги купить маркеры и также дальше продолжать информацию с вами разбирать поэтому за это время в комментариях пишите что вам еще интересно у меня так есть план того что можно рассказывать что интересно для новичков чем поделиться но вы какие-то свои моменты тоже мне акцентируйте будем будем их рассматривать всем спасибо за внимание удачи пока